Привет! Hi guys! Как у вас дела? Давно не выходила в прямой эфир. Каждый эфир так начинаю. У меня почему-то не было интернета. Сегодня вообще его целый день не было. Всю неделю лагал. И мне пришлось сегодня проработать целую кучу вопросов к себе. Почему я хочу, чтобы у меня не было интернета? Как проработала 5 минут, всё. Интернет появился, час без боев, аж в эфир вышла на закрытом эфире. Такая, думаю, надо продолжить. И я решила ещё сюда прийти, на наш главный профиль. Как у вас дела? Рассказывайте, жалуйтесь. Давайте что-нибудь поразбираем, какие-то вопросы, может быть. Либо просто поговорим о погоде. Не знаю, у меня прям такое офигенное настроение. Прям хочется болтать, хочется разговаривать, хочется общаться, прям читать ваши сообщения, что-то прокомментировать. Я не знаю. Я соскучилась. Реально соскучилась. Вот. И давайте. У меня ещё и закончился контент на YouTube. Вот. Смотреть там нечего. Пора обновляться. Рад тебя видеть. Ой, я-то как рада. Ты меня просил выйти с тобой в эфир. У меня всё. То интернета не было, то ещё чего-то. Так. Вот сейчас вроде как что наладили. Наладили. Рады, рады. Классно, классно. Я тоже рада. Присоединяйтесь. Так. Только сегодня поговорила с тобой. Где ты? Нет эфиров. Воздух заканчивается. Воздух заканчивается. Круто. Да. Почему я не хочу открывать границы между государствами? А мне надо очень уехать. Ну так, к себе вопрос, конечно. Почему я хочу не открывать границы? То есть ваше желание, если весь мир это продукт вашего желания, он вам транслирует то, что вы сами себе закрыли границу, сами себе закрыли передвижение, движение ваше. Где-то у вас остановка. С чувствами это, естественно, связано. Где-то у вас остановка в вашем познании, в вашем потоке, в ваших чувствах. Что-то вы отрицаете, с чем-то вы боретесь. Вот. И здесь нужно уже дальше копать глубже, что вы в себе подавляете, почему вы не хотите двигаться вперёд. Вы видите, наверное, только одно решение проблемы и не хотите посмотреть, что миллион дорог перед вами открыты, а вы вот видите узконаправленное какое-то одно движение. Там вы это движение перекрыли для себя, для чего-то, но скорее всего, чтобы что-то делать другое. Вот. А что именно, я не знаю. Надо подумать. Ой, сколько, сколько комплиментов. Классно. А если у меня мама всё время за всё боится, а я спокойная, что она мне транслирует? Ну, у вас где-то подавленный глубоко страх сидит, потому что она наделена вашими подавленными чувствами. Вот. Она боится что? Конкретизируйте, да? И что вы при этом испытываете? Вы испытываете маме фей? Типа, ты что, турочка, что ли? Ха! Вот. Надо подумать, что вы испытываете при этом, и плюс ещё то, что она вам зеркалит. Как бы с двух сторон рассмотреть. Вот. А я спокойная. Видите? Спокойная – это тоже одна крайность одного целого. Вот. Ручка, она целая, да? Ну, здесь вот у нас спокойствие, здесь вот у нас беспокойство. Я беспокойство отрицаю, что это что-то плохое, и поэтому я спокойная. Вот. Но вам транслируют? Нет. Найди целое, найди общий пазлик, потому что вы какую-то грань отрицаете, с чем-то боретесь, не принимаете, не беспокойно. Дело в том, что беспокойство – это тоже круто, это тоже инструмент. Вот. В спокойствии я чувствую всегда беспокойство. Потому что когда я спокойна, я чувствую, что я остановилась, мне надо что-то делать, и я чувствую раздражение, и мне как-то некомфортно. Вот. А в беспокойстве я, наоборот, очень комфортно себя чувствую, потому что я чувствую вот эту движуху, и мне классно. Вот. Когда со мной что-то происходит, вот, я чувствую, ну, реально спокойствие душевное, потому что со мной что-то происходит. Неважно, что я не делю на плохо, на хорошо, я просто вижу, что движуха. Движуха идет. Нет жопных ситуаций. Есть ситуации, которые просто вам показывают какие-то ваши остановки, ваши маячки, куда надо двигаться, блин, где вы о себе забыли, где вы себя потеряли, где вы себя не любите. И это так классно, когда мир транслирует вам вообще через все вот эти ситуации, все, что вокруг происходит. И вот ваше спокойствие, возможно, это ваша крайность, остановка, где-то вам нужно пошевелиться. Мама вам показывает, что вам нужно все-таки трансформировать, наверное, эту программку, спокойствие-беспокойствие, в единое целое, найти новое, третье, увидеть, что, блин, спокойствие, оно в беспокойстве. Мы комфортно себя чувствуем, когда движуха. И спокойно причем себя чувствуем, но при этом в нас клокочет там внутри все. И наоборот. Так, давайте посмотрим, что еще. Или вокруг меня все мои знакомые из-за проблем перетираются к родителям, а, перебираются к родителям. Что это мне может говорить, не пойму. Если все хотят поближе объединения, да, какого-то, то вы где-то тоже единство ищите, связи какие-то ищите, хотите. Видите, ну, ваше одиночество, скорее всего, транслирует о том, что, ну, транслирует одиночество, да, и противоположные связи. Вот, как-то тоже надо, наверное, целое найти в этом. Где бы я ни появлялась, начинается движ. Кого-то садят, увольняют, что-то обновляется. Я сбежала в другой город к сестре, и через два дня садят зятя, выселяют нас, а уехать нельзя. Так, уже не смешно, но у меня все равно улыбка. Вот, сестра подписалась. Так, я сбежала в другой город. Во-первых, ну, вы от себя все равно сбежать не можете. Это уход от себя, убегание от себя, понятное дело. Вот, что для вас тюрьма? Надо тоже трансформировать, осознать, что для вас тюрьма, написать целый списочек, и там, наверное, будут какие-то шаблоны, которые нужно будет тоже рассоздать, осознать. Вот, нас выселяют, то есть вы потеряли свое место. Ну, имеется в виду метафорично, мы же говорим о чувствах, о мышлении. Вот, где-то вы теряете свое место в жизни. Вы как пазл, который составляете общую картину мира. Где-то вы теряетесь, где-то вы сбегаете, где-то вы хотите поменяться местами с другим пазлом, стать кем-то еще, кого-то там скопировать, быть похожими на богатых, красивых, успешных, или еще что-то. Вот, ну, то есть здесь надо, ну, вот примерно в таком ключе рассуждать. Так, давайте дальше. Здоровье мое отражает плохое внутреннее состояние моих близких. А, я уже прочитала ваш вопрос как утверждение, да. Во всех ваших вопросах, которые вы хорошо формулируете, всегда есть ответы. Ставьте восклицательный знак на всех ваших вопросах, записывайте, и вы поймете, блин, ответ прям кричит. Вот, это про то, что я болею, а не мои близкие. Конечно, ваши подавленные чувства, которые вы подавили, ваше тело не хочет вам сигналить сигналы. Мы через внешний мир себе на дальних поступах показываем наши остановки, узкие места, через болезни других, через события. Во внешнем мире тоже вы, ваше проявление, уплотненная форма ваших собственных чувств, подавленных, неподавленных, неважно. Всё, что вы в мире разглядываете, это всё, есть вы, это то, кем вы являетесь. Но вы почему-то привыкли все, я тоже, наш мозг так привык, нарисовать себе определённый образ о себе, да, который мы называем эго. Эго — это образ о себе, наши рамки, что вот я — это вот такой, а всё остальное за этим образом о себе — это не я. Мы привыкли себя разделять от этого мира. Перестаньте разделять и знайте то, что мир — это ваше продолжение. Ну, естественно, если вы смотрите, поймут меня сейчас только те, кто смотрит на мир с позиции Творца, причина во мне. Жертвы с позиции, с этой точки зрения, меня не поймут сейчас, потому что жертва — это не имеется в виду какое-то плохое слово, жертва — это хорошее слово. Жертва обстоятельств имеется в виду, когда вы считаете, что не можете влиять на мир, он где-то от вас отделён. Вот это я просто так жертвой называю. Но если вы посмотрите, что вы есть проявленное вовне, вы не только ваше тело, вы не только ваш ум, вы — дух и всё проявленное, материальное и нематериальное вовне, для того, чтобы себя познавать и щупать себя через весь этот внешний мир. Когда вы войдёте в эту позицию, вам станет понятно, что всё, что вокруг происходит, это часть меня, часть моих чувств, подавленных, неподавленных. Я себя таким образом познаю и расширяюсь за пределы, блин, только своего ума и тела, за пределы придуманного эго, придуманного образа себя, за пределы Вселенной, там, я не знаю, всё, что вы увидите, в общем, всего мира. Весь мир — это вы. Конечно, близкие наделены вашими собственными сигналами тела, которые вы хотите в себе рассмотреть. Они вам показывают то, что вы не хотите в себе рассмотреть. Они уже кричат вам, «Посмотри, блин, я болею!» Ну, это вы вашим собственным желанием создаёте себе сами близких, наделяете их болячками, наделяете их чем-то плохим, редисками. Вот, кстати, сейчас на закрытом... Пока не забыла, просто очень классная информация. На закрытом эфире сейчас... На закрытом аккаунте проводила эфир. Блин, заговорилась. Вот, и там девочка одна пишет, даже, по-моему, не одна, а несколько, что мы не работаем в чате, хотя чат нужен для того, чтобы каждый день там работать, отписываться, трансформируем программы. Мы не работаем, потому что мне стыдно, я сама у себя тут на листочке пишу, и мне типа стыдно. Ну, она себя отделила от всего мира, от всех людей, ей стыдно. Вот, я ей говорю, почему ты такая эгоистка, ну, реально, ты эгоистка, ты всё для себя, не хочешь, блин, сама с собой делиться вовне, не хочешь себя познавать через других, и чтобы другие клеточки тебя тоже познавали, и чтобы вы расширялись вместе, потому что вы единый организм, просто каждый человек, как клеточка одного единого организма. Мы себя друг друга познаём, расширяясь, чтобы прийти к этому, блин, общему сознанию, что ли. Ну, это всё впереди и в прошлом. Так, о чём я хотела, мысль потеряла. Так вот, во-первых, вы эгоистка, а во-вторых, почему вы испытываете этот стыд, что я боюсь там с другим делиться. И тут я потеряла мысль. Ща, подождите секундочку, соберусь. Такая важная информация была. Ща. Поулыбаюсь полминутки, можно? Надо собраться с мыслями, к чему я хотела это сказать. Пока сердечки пишут, класс. Ставите сердечки, круто, я люблю. Так, если, так, я эгоистка, да, я эгоистка, потому что, а, вспомнила, всё, хорошо, класс. Начинаешь рассуждать, сразу вспоминаешь, круто. Она заранее решила, что её осудят. Прикиньте, да? Она, которая ничего не знает, боги, они ничего не знают. Ну, если вы человеки, конечно, вы всё знаете, но если вы хотите быть творцом, то, ну, вы не можете ничего узнать. Творец – это тот, который всегда творит новое. Творец – это творчество, это новое. Он ничего не знает. Так вот, она, как человек, решила за всех решить, что все вокруг идиоты, редиски и очень плохие люди, под которые её будут осуждать. Представляете, вот эта эгоистка, которая сидит и стыдится своего собственного проявления, она решила, что все люди херовые, плохие, редиски. Она их наделила вот этим офигеть каким качеством. Но вы сами наделяете людей вот этим качеством, что люди вокруг херовые, которые будут вас осуждать. Вот зачем вы это делаете? Если вы такой хороший и пытаетесь им казаться, зачем вы наделяете всех людей вокруг, если вы такой хороший, вокруг плохими качествами, зачем вы за людей решили, что этот идиот меня осудит? Ну, почему вы наделили его идиотом? Ну, зачем вы хотите, чтобы он вас осудил? Ну, это же вы так решили. Он ещё даже не проявился в вашей жизни. Ещё не нашлось такого идиота, который бы там написал в чате кому-то, что ты там что-то не так делаешь. Ну, не нашлось ещё такого. Но человек сам придумал, сам так решил и сидит, боится. Знаете, как в мультике котёнок Гав. Ой, боюсь, боюсь, а давай бояться вместе. Я боюсь, что меня осудят. То есть я заранее решила, что все люди вокруг плохие. Кто из нас тогда плохое? Скажите, пожалуйста, те люди, которые её будут якобы, возможно, может быть, не факт, ещё неизвестно, осуждать? Или тот, кто решил, что они плохие? Так кто из них хороший, кто из них плохой? Вот зачем вы так делаете? Вот скажите, вот зачем? Мы всегда должны, как творцы, включать интерес. То, что, блин, мне интересно. А какая будет у них реакция? Если у них будет реакция, которая мне не понравится, значит, это офигенная реакция. Для меня же, по моему желанию, узнать о себе больше, чтобы я увидела там, где я себя торможу, развиваться. Это ж круто. А если у него реакция будет хорошая, ну, это ещё класснее. Ну, мне просто интересно. Мы заранее уже решили, что все события, которые со мной в будущем произойдут, они будут хреновые, поэтому я это делать не буду. Но вы пока не попробуйте, вы не узнаете. Ну, даже если вы уже, как человеки, не как творцы, решили, что я всё знаю, вы ванги там ясновидящие, вы знаете, как оно должно быть, как оно будет, вы уже решили. Окей, раз решили, предположите на минуточку, что плохого произойдёт, если действительно вас осудят. Что же он вам, как отражение в зеркале, попытается показать? Ну, подумайте. Во-первых, это отражение ваше всего лишь того, что вы в себе подавляете, то, что не хватает вам для того, чтобы начать двигаться там, где вы останавливаетесь. Это же ваше узкое место. Блин, надо быть благодарным всем персонажам, которых я сама же создаю, для того, чтобы они пришли в мою жизнь и показали, срезонировать с каждым человеком, для того, чтобы видеть себя, опоздать и расшириться, не сидеть и тормозить, а двигаться. И вот все эти персонажи вокруг меня, блин, это же вообще классные учителя. Каждый, каждая собака, каждая кошечка, каждый человек, дождик на улице. Всё это для того, чтобы я себя познавала, свои чувства, что я сейчас чувствую, где я останавливаюсь, что меня тормозит. Деньги, безденежья, кредиты, изобилие, есть молодой человек, нету. Всё это нам показывает, что сейчас внутри нас, в нашем мышлении происходит. Поэтому перестаньте наделять всех людей петрушками, редисками, заранее решать за них, как они будут поступать, потому что стыд, это реально ваше место, где вы тормоз просто. Реально, перестаньте тормозить, давайте двигаться. Так, а если стыдно? Вот, следующий вопрос, как раз я уже ответила. Ну, уже и новая третья дошла, и с собой поговорила, и как же только не трансформировала, но всё равно стыдно. Вам стыдно, потому что вы хотите видеть мир плохим, хреновым. Вы решили, что мир враждебен, опасный, и вас, вашу бедную, несчастную персону все хотят подавить. Вот, вы так решили. Перестаньте это делать. Посмотрите на мир другими глазами. Перенесите себя, поменяйте точку обзора. Блин, какой прекрасный мир, какие классные люди. Начните в них разглядывать красоту. Начните в них разглядывать то, что, блин, это же каев, что бы я ни сделала, любое моё действие, совершенно любое моё действие поможет каждой моей клеточке, каждому человеку развиваться. Блин, ну, вы так хотите быть помощниками? Всем помогать, всех спасать, ну, так спасайте, помогите им. А вы сидите со своим стыдом в коконе, в зёрнышке, знаете, вот как маленькое зёрнышко такое, сидит такое в земле и думает, мне стыдно выползти на улицу, там препятствия, там опасности, вдруг меня там сожрёт инопланетянин, потому что они там по земле ходят. Вот, но он почему-то придумал, да, что они там по земле ходят. Вот, и вообще, если там земля, не знаю, всё зёрнышко придумал, хотя он на свет ещё никогда не вылезал, не видел этого солнца, ничего не видел, ничего не знает, и сидит он такой гниёт и умер. Вот и всё. Сказки конец. Вот вы так делаете со своей жизнью, понимаете? Просто идите свой стыд, осознайте, для чего я решил бояться. Ну, что мне это даёт? Загнивание мне это даёт. А почему мне неинтересно пойти и узнать, что там? Почему мне неинтересно? Вот какого хрена мне неинтересно? Движуха — это интерес ваш. Весь вот этот жизненный поток, это та сила, которая вот вас несёт в рост, в жизнь, это интерес. Так включите его. Вам стыдно, потому что неинтересно? Вот и всё. Давайте, включайте. Включайтесь, просыпайтесь и осознайте, почему я решила, что все такие петрушки. Все хотят меня убить, унизить, там, ужаса растоптать. Но то, что вы думаете, то с вами и происходит. Естественно, это же ваши шаблоны. Они вам показывают, что, ребят, хоре, себя, это, когда вы стыдитесь, вы себя унижаете, когда вы стыдитесь, вы себя убиваете, когда вы стыдитесь, вы что там с собой делаете. И мир вам это транслирует, и вас все по жизни тыкают, шпиняют, пинают, унижают, только потому, что вы сами себя унижаете, не давая проявляться и делать то, что вы хотите, по своему желанию, по своему импульсу, поэтому вас оттыркают все вокруг. Но как только вы решите, блин, взять вот просто здесь сейчас и решить, что всё, хватит с меня, пошло нахрен, я хочу делать, что я хочу, и начать делать, и вы увидите, как мир станет дружелюбным. Но вы сами с собой не дружите, поэтому и мир недружелюбный, он же просто ваше отражение, вашего недружелюбия к себе. Так, поехали, следующие вопросики. Что такое неподавление чувств? Это наблюдать за ними? Чувства, подавленные чувства, вот смотрите, каждое слово имеет оттенок чувства, каждое слово, это чувство определённое, оттенок. Вообще чувство, на самом деле, оно одно, это вибрация в теле, оно нейтральное. Но мы все эти чувства разными словами подогреваем какими-то оттенками. И вот вы разделили каждое слово на две крайности, на две дуальности. Каждое слово имеет какую-то плохую противоположность. Это плохо, это хорошо, мы всё делим на плохо, хорошо, мы всё оцениваем на крайности, разделяем. Ну, наш мозг так устроен. И вот мы берём какой-то шаблончик наш, или чувство, неважно, как целая ручка, да, с одной стороны это плохо, там гнев, злость, а с другой стороны радость, кайф, эйфория. Это типа хорошо, вот я хочу вот это испытывать, а вот это не хочу. Мы что делаем, мы берём, ломаем, с этим всегда боремся, это всегда отрицаем, не-не-не, я не плохая, не-не-не, я не стерва, не-не-не, я не такая, не-не-не, это не во мне, я вообще не такой, я вот хочу вот это. Вот это всё плохо, я не убийца, не-не-не, Хотя вы убиваете себя каждый день, вы самые большие убийцы, потому что вы вот взяли и поделили все чувства на крайности и отрезали, просто сломали эту ручку. Естественно, вы вот этого не получаете, нет у вас радости без грусти, нет у вас добра без зла. Я хочу всё время быть добренькой, хорошенькой, но вот эта часть, мы же хотим целостности, всё время будет нам транслироваться то, что ну блин, обрати на меня внимание, ну удели мне внимание, но обрати, что это тоже в тебе есть. Ты цельный человек, ты цельное, чувство цельное, хватит делить на две части, рассмотри меня, полюби, оправдай, почему вот эта часть является целой частью, вот вместе вот с этим. То есть я называю, мы так трансформируем шаблоны и чувства. Находим, почему злость является радостью, а радость является злостью, почему чистые это грязные, а грязные это чистые. Мы находим одно общее. Параллельно с программами, когда мы трансформируем, трансформируются, естественно, и чувства, потому что мы это делаем через чувства, не просто умом рассуждаем. Мы берём какой-то образ, странненький, непонятный, например, лось в лесу, и спрашиваем, так, накидовые ассоциации, лось в лесу, это злость или радость? Чем мне ассоциируется лось со злостью или с радостью? Блин, когда я увижу в лесу лося, конечно, я испугаюсь, буду испытывать злость, мне будет плохо, страшно же, да? А в то же время радость, блин, я лося увидел. Ну, вроде как одно и то же получается. Здесь просто нужно рассуждать над каждым чувством, которое вы поделили, увидеть целое, что это одно является другим. Подавленные чувства практически у всех подавленные, вообще все чувства, блин, у всех людей подавленные, мы бесчувственные роботы с вами ходим. На самом деле мы всё это чувствуем, но подавление имеется в виду, это когда мы это отрицаем, когда мы пытаемся их подавить, когда мы пытаемся их изменить, когда мы говорим «не-не-не, я не хочу это чувствовать, я хочу чувствовать другое». Вот, но просто чувствовать злость, это бессмысленно. Многие спрашивают меня, вот я испытываю злость, что мне типа с ней делать? Надо испытывать вот прям злость и наблюдать за ним? Да, можно просто наблюдать, даже не трансформируя, но при этом наблюдать как безоценочно, беспристрастно, как бы со стороны наблюдать и пытаться увидеть целое, как оно может быть одновременно и радостью. Блин, почему? И почему этот инструмент, что вот эту крайность, что вот эту крайность можно использовать как вот молоток? Да, он не плохой, не хороший, он просто целый молоток. Но можем использовать его как в плохом действии, типа по башке дать и убить человека, да? А можем по радости использовать, полочки прибить. То есть это просто инструмент, чувство это тоже инструмент. И все вот эти негативные чувства, якобы, которые вы считаете плохими, это просто маячки, без которых невозможно было бы выжить вам, потому что это единственное, что помогло и поможет вам в будущем, и всегда помогало выжить. Например, злость нужна, чтобы вас растормошить, вы как амеба вообще бесчувственная, остановились где-то, блокируете себя, и вот злость, она вас может растормошить. Например, вы стыдитесь чего-то очень долго, да? Там не можете к начальнику подойти и так далее. И постоянно себе наступаете на горло, и не можете потребовать от него зарплаты за три месяца. Ну не можете, вы наступаете своим стыдом на горло, и как бы он на вас ездит, вы сами не позволяете своему желанию существиться, потому что вам стыдно получать деньги, видите ли, и просить шефа вам выплатить вам положенную зарплату. Вот, а потом приходит злость офигенных штук, и вы уже, как вертолёт и мотиватор, вместе с ней бежите к нему, кричите, орёте, увольняйте меня, ну а дайте мне мою зарплату. То есть как бы каждое чувство, оно вам нужно, не надо это отрицать. Вы всё делите на хрень, всё, всё, всё хрень вокруг вас. Блин, это плохое, капец, фу, Петрушка. Вот, но это всё классные инструменты, которые можно использовать. И находя вот это целое, вы просто офигеете, как расширится ваше сознание. Вы на вещи будете смотреть не вот узко лоба. Блин, вот ситуацию срочно надо изменить, там муж изменяет, фу-фу-фу, там тра-та-та, заменил одного мужа на второго, на третьего. Но каждый следующий будет одно и то же вам транслировать, пока вы не осознаете, как вы себе изменяете. Блин, спасибо этому актёру, что пришёл в мою жизнь и показал, блин, меня в зеркало, как я себе изменяю, блин, своим желанием и своим импульсом делать, что я не хочу вообще. Спасибо тебе, мой актёр. Понимаете, вам нужно эти чувства раскрывать в себе, наблюдать, находить целое, научиться их применять, осознать, почему это классно. Так, читаю. Ой, какая же ты классная. Минутка комплиментов. Сегодня тебя на ютюбе слушала всегда. Тебя смотрю, когда перестаю жить в Творце, и снова всё на места становится. Классно. Осознаю, какими чувствами создала ту или иную ситуацию. Что дальше делать с этими чувствами? Так, вы проговорили. Нелли, я не могу рассоздать и понять, почему у сына с работой не ладится. Хочу жить одна. Так, создайте работу. Почему? Осознайте, почему вы хотите жить не одна. Ваше желание, жить одной, у вас отсутствует такое желание. То, что там придумывает ум, это всё фигня. Ваше желание – это то, что свершено вовне. Это продукт вашего желания. Всё, что придумывает ум, к вашим желаниям это не относится. Всё, что придумывает ум, это подсказки вам, какие вы хотите испытывать чувства, которые лежат за образами, которые вам ум придумал. То есть вы хотите машину, придумал вам ум. Это не ваше желание, это всего лишь подсказка, какое чувство я хочу испытывать за этим образом. То есть когда будет машина, я буду испытывать вот это, вот это, вот это, вот это. Я буду уверен в себе, там, то-то, 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 то-то. Вот, а сейчас пока я не уверенная, Петрушка, в себе вообще, я, блин, меня нету, блин, я не существую, нифига. Уверенности, что я есть, ни хрена у меня нету. Так, машина будет, почувствую. Вот, то есть все чувства, которые вы хотите испытывать, вам ум подскажет в виде какого-то образа, в виде желания. А истинные желания души, они все исполнены. Вам нужно видеть настоящие свои желания, то есть распознавать вот всё, что вот, каждая деталька, всё, что вы видите, любые процессы, которые с вами происходят, любые какие-то события, люди, там, всё вообще, вот всё. Вот, каждая секунда вашей жизни — это ваше желание. Надо научиться видеть в отражении внешнего мира, то есть в продолжении вас в материальной форме, вовне, видеть продукты вашего желания, то есть находить причинно-следственную связь. Так, я это создал своим желанием, всё, точка. Априори себе взяли и выучили это навсегда. Это моё желание. Признайте, первое, принятие, признать, что это моё желание. И дальше разобраться, почему я хочу, чтобы я жила с сыном. Это моё желание — жить с сыном. Никакого другого желания у меня нету, потому что желания не исполняются мгновенно все. А всё, что придумывал ум, и это типа якобы не исполнено, это всего лишь подсказка нам, какие чувства мы хотим испытывать в данный момент, где мы испытываем пустоту внутри себя этих чувств подавленных. То есть в нас есть все чувства, но мы их упорно не хотим видеть, мы их подавляем. И поэтому мы испытываем чувство пустоты именно этого чувства. И мы хотим это чувство внутри себя, эту дыру внутри заполнить чем-то внешним. Но внешним не получится. На самом деле мы хотим чувствами заполнить себя, а не внешне. Мы не можем в себя впихнуть машину или ещё что-то. Поэтому вам нужно научиться видеть, что мир — это продукт вашего желания. Принимать каждую секунду то, что желание ваше исполнено, что именно так вы хотели, и не по-другому никак, а именно вот так. Дальше, если вас это беспокоит, то есть почему-то это хорошо априори не хочется принимать, хочется разобраться, задаём вопросы, почему я хочу жить с сыном, какие там выгоды стоят жить с сыном. Мне хочется с ним быть. Блин, да потому что я хочу испытывать чувство заботы к себе. Но я не знаю, как о себе заботиться, поэтому я буду заботиться о сыне. Я им заткну дыру заботы внешней, то есть внутреннюю вот эту пустоту, то, что я о себе не забочусь, и я заполню внешним. Начните находить причинно-следственную связь. Внешний мир — это всего лишь ваше отражение, это ваша тень, это ваше продолжение. Просто вы проявлены в материальной форме. Но вы — это не только тело и ваш мир, вы просто, блин, букет чувств. Не букет, а все чувства в мире разум. И надо их все рассмотреть. Это и есть познание себя, ваше предназначение, ваш рост и ваша жизнь, и смысл вашей жизни в познании себя. Ни в чём другом, ни в славе, ни в богатстве, ни в машине. Нет в этом смысла. Есть смысл только в познании себя. Кто я, зачем я пришёл. Расширить себя до сознания, до сознания вселенского сознания. Расширить себя до сознания. Не ума, а сознание коллективного. Понимаете? Вот наше предназначение. Давайте уже работать с этим. И перестаньте перекладывать вину на других. Все вокруг виноваты. Блин, вообще ужас. Работы нет. Все эти работодатели такие петрушки работы не дают. Продолжение следует...